Проставник конного спорта в Беларуси Александр Фоминоуна Аканейн, помянушцем Мартини, завоевал путевку в Токио на Олимпийские гульни. На головный старт в четырех годах он трапил по выниках международной рейтинговой таблицы. Вероника Гамзюкова познайомилась со спортивной парой. Это Мартини. Непосредственно с этой лошадью я собираюсь принимать участие на Олимпийских играх в Токио. Мы с ним работаем уже пять лет. Это самая опытная на сегодняшний день моя лошадь. Ну, товарищ такой довольно-таки сложный по характеру. Не просто приходилось с ним в работе. Но, тем не менее, мы преодолели все трудности и смогли выйти на этот уровень. Каб завоевать лицензию спортивным парам, треба было поспехово выступать на протягу сезона и набрать, как мага, больше очков. Сезон для Александра Фоминова прошел не совсем удало. После первого турнира гамельчанин отримал травму и был вымушен пропустить несколько из поборництвов. По выниках двух добрых выступлений у Фоминова 107 баллов и путевка на Олимпиаду. Еще одну лицензию завоевал меньшанин Александр Зеленко. Зараз у конников почался одновленший период. Этот период в основном направлен на восстановление лошадей. Это что касается непосредственно той лошади, которая планируется на участие в Олимпийских играх. Для каждой лошади стоят определенные цели и задачи. И непосредственно сейчас мы осваиваем с этими лошадьми новые элементы выездки, повышаем уровень их конкурной подготовки. Ну и не забываем следить за их физическим состоянием. По весне, когда перезимуем, выйдем на грунт, тогда может прояснится ситуация непосредственно с проведением Олимпийских игр, со сроками. И уже по весне будем целенаправленно готовиться к самому главному старту. Зараз у Александра три коня. Энджой, Прагноз и Мартини. Фомино упевненный Мартин, як яго называю спортсмен, один зня многих коней, який може позмагаться с усветными грандами. Живелу с уникальными дадзинами купили специально для спортсмена. Он уже завоевывает лицензию на участие в Олимпийских играх не первый раз. Он участвовал в 2012 году в Олимпийских играх. То есть опыт у него уже есть. Достаточно опытный и достаточно взрослый всадник. Потенциал у него, как у спортсмена, неплохой. С большим трудом подбиралась ему лошадь, чтобы создать именно спортсменную пару всадник-лошадь. Но я думаю, что в какой-то мере это нам и Министерству спорта это удалось. Сегодня в Гомельском центре Олимпийского резерва займается больше за 200 человек. На каждом из поборництвах спортсмены нашего региона смагаются за узнагороды. В лидерах традиционные конники из республиканского центра, которые находятся у Ратомцы. Гомельчане и могилевчане, конечно, делятся между собой второе и третье место. Вероника Гамзюкова, Яугин Макеенко, Телер, Радио Компания Гомель.